привет друзья меня зовут дмитрий в этом видео хочу поделиться с вами парочкой таких интересных деталей и важных я думаю при подготовке к тесту дуолингу дуолингу ныне очень популярен и насколько я понимаю будет популярен до конца августа ну а может и больше и так у меня уже есть пару видео на тему дуолингу и люди довольно благодарны и помогает и вот хочу сейчас сосредоточиться с вами на 2 3 перечина двух самых по статистике сложных что ли момента при сдаче дуолингу я имею ввиду задание конкретно задание давайте постараемся попроще сформулировать чтобы я вас не путал как говорится и так смотря на своих учеников как они грызут гранит науки я сделал вывод 2 задания где вы можете сказать что для меня на при все задания дуолингу сложные если уровень английского не очень высокий это понятно но если смотрите при подборе правильных слов например вот вы прослушиваете или читаете вы же не знаете предположим какой из них правильно какой нет и поэтому вы не осознаете вы вам тяжело ли не очень правильно то есть да ну ну слова ну какой-то ошибусь как а вот в двух заданиях таких как описать картинку за минуту и записать предложение на слух вот здесь вот большинство людей ощущают именно вот это психологическое тоже такое давление что тяжело и так давайте остановимся на каждом из них и обсудим как нам с этим справиться и так первое великое супер задание которое довольно важно это описать картинку за одну минуту очень специфическое задание у большинства людей какая проблема 60 секунд а тем более пока она картинка пока появляется пока вы ваш глаз фокусировался уже там 58 уже не 60 пока вы курсорчик там клацнули пока уже 55 вот и что тут можно написать я всегда советую ученикам писать у них средний уровень английского писать два предложения хотя бы ну постарайтесь 2 конечно если вы напишите одно но красиво это нормально до 3 предложения наверное вы не успеете продвинутый в английском успеет это при условии если он не заморачивается как говорится не думает слишком глубоко и так в чем сложность появляется какая-то картинка вот на пробном дуолингу очень часто появляется ракета я не могу сказать я уже не всматриваюсь наверное это не очень важно настоящая ракета в смысле большая или какая-то детская ракета которая знаете есть такие модели которые запускаются в общем ракета в небо летит да и там разлетаются у него кусочки основания ну вот и вот об этом чуде нужно написать за одну минуту человека такого психически неподготовленного хватает ступор сразу что тут писать на что ну что ну хорошо да вот он написал а дальше то что кто пишет на эту ракету что там только это и вертолеты ну ладно допустим ракету можно обозвать по разному хотя конечно рок это смотрите как это отработать два варианта на как всегда вы с репетитором или сам если вы сами ну конечно это сложнее потому что вам вас некому проверить ничего идем в google это в любом случае или сами их с репетитором идем в google вводим фанисе увлечен по крайней мере так проще всего можно другие фразы вводить учитывая что мы не знаем что вам попадется может быть посуда посуда стадо пасущихся коровок это такая давайте назовем нейтральная картинка а может быть что-то действительно смешное или не очень смешное типа аварии дтп то есть мы не знаем с какой сферы она будет поэтому надо вести нам что-то общее но что-то с такой изюминкой чтобы тренировать нас на неожиданность поэтому вводим фанейцы твейшен или фанисе твейшен с google или яндекс картинки и у нас будет несколько сотен интересных картинок и так клацаем на каждую из них она раскрывается побольше и часики включаем и наша задача за минуту написать 1 2 3 предложения в идеале как им говорил 2 берем картинки все подряд причем старайтесь по придурку лиднее чуть-чуть по придурочный чтобы ну такая картинка на которой так посмотрел боже и что тут писать или например такие картинки где сразу же ваш разум почувствует что боже я слов не знаю ну к примеру смотрите там картинка какая-то женщина в возрасте и довольно массивная пытается влезть помню на на надувного огромного лебедя который в бассейне да ну к не вам допустим минута да что то можно написать или ну кто пишет 5 лейли кто и чаби лейди но неважно там уже по-разному стаут лейли а дэр из лейли имеется дома все-таки дэр из понимаете очень классный способ чтобы начинать но классный он универсальный не обязательно дэр из вы можете сразу написать и не сразу наоборот растяжиме и индейс пикчер айкин си можно можно как отнесется к этому дуалингу я не знаю пока такой информации не имеется как насчет айлса в твой флаг да что они хотят какая фраза больше понравится от вас дэр из или айкин си или выкин си или сходу далее и из тройки но смотрите я всегда советую так как это у нас описание на что-то происходит обычно в любой картинке происходит действие в любой хоть у нас и стол стоит посреди комнаты он стоит все равно действия и застывшие в моменте но поэтому желательно чтобы мы козырнули парочкой фразы фраз типа дэр из или что-то там и какое-то действие в континьюз present континьюз у нас кто-то что-то делает so there is a lady who is trying to которая пытается залезть на лебедя надувного при слове надувной да сразу вас концепция надувной сразу большинство людей хватает паралич по разному можно сказать инфлейте раздутый можно можно там какой-то свол и напухший нет он накачанный наверное да если сразу же думаете это все доли секунды так думаете так вам что мне нравится слова не подходит инфлейте не очень тогда сразу же эту концепцию отбрасываем как можно нам назвать этого лебедя он большой игрушечный лебедь для плавания о прекрасно все дэлэйри дача биллэйри из тройн чуну тут или взобраться или забраться или взлезть to get on to to get into если он огромнейший том что ей нужно вверх залазить сэнды взлезть наверх до песен и той свон порт с вами ну например если вы забыли свон лебеда может такое быть конечно может тогда и твой а бэйк твой допустим пластик бэрд ну пашечка for swimming . и если вы смотрите с у вас еще остается там десять секундочек she's having trouble или she's having problems with that ну в таком духе можете конечно лебед допустим там розовый там еще у нас еще пруд на заднем плане у нас какие-то виллы там дома хочется все это описать но старайтесь все-таки логически это по я думаю вы со мной согласитесь первое в первую очередь нас интересует действие которое происходит на переднем плане а не то что там назад на заднем плане за километр зебра пасется да мы стараемся то что потом если мы видим что у нас 10 секунд сходу точечку сильно длинные предложения не делайте потому что скорее всего у вас уровень английского не такой супер высокий вы сами себя запутаете точечку ставим и сразу еще 2 вот еще какое-то действие ну или если нету действия тогда уже допустим ну я не знаю in the background д.р. на заднем плане у нас из-за грамм д.р.с. основной какой тут подход я считаю не задумывайтесь глубоко но не надо много людей себя топят этим что они стараются привычка такая у нас в суть дозрить в корень или зреть вот не надо никаких корень вы просто описывайте то что видите начинайте сходу еще только картинку еще вы не поняли что вы уже пишите д.р. а кто-то там ху из то-то там . in the background на заднем плане айкин си или д.р. ля-ля-ля-ля-ля-ля например картинка там девочка лежит в кровати а с ней рядом куколка да ну к примеру лежит себе лежит написать там in this picture there is a little girl who is lying in her bed точка next to her there is her favorite doll . ну если вы это успели все написать и вы смотрите у вас еще пять секундочек допустим the girl is wearing a pink dress and girl ой the doll the doll yeah and girl is wearing pajamas там девочка в пижаме но честно говоря что-то я сомневаюсь судя по моему опыту с учениками что вы за минуту напишите три аппетитных таких предложений вряд ли так ну что немножко мы с вами обживали это насчет картинок самое главное здесь практика великого расширения словарного запаса там не произойдет если у вас две недели до теста или неделя вы не знаете какую картинку вы увидите поэтому расширять в данном случае свой словарный запас читая британские энциклопедии мало и полезно вам нужно быстро уметь оперировать теми словечками которые у вас есть то есть there is there are и кто-то что-то делает . there is there are кто-то что-то делает . я думаю будет все нормально так и второе задание которое еще больше ужаса вселяет в учеников это запись под диктовку то есть давайте как она listen and write действительно если вы справляетесь первым предложением второе вам дается поинтереснее да а третье уже дается бывает такое что действительно он себе под нос пробормотал что-то ну реально сложно и так что нам с этим делать как тут быть и кто виноват я обычно рассматриваю ситуации когда у вас неделя до экзамена 2 но максимум три потому что так она сейчас происходит то есть вряд ли вы знаете что вам дуолингу нужно будет сдавать через два года и поэтому вы можете фундаментально в общем загрузившись всякими энциклопедиями подготовиться нет у вас мало времени то есть что тут можно сделать традиционное расширение опять-таки словарного запаса не работает потому что она то хорошо было бы безусловно может теоретически попасться такое слово в этом предложении на слух которое вы за последние две недели чего-то там читали чего-то расширили свой словарь может быть но вероятность равняется ноль ставим запятую и 00 сколько там процентов поэтому это нам неэффективно что нам нужно делать отрабатывать или самим или с репетитором с репетитором конечно веселее итак есть один фантастический сайт мне одна из подписчицы в комментариях написала о нем я очень благодарен дай бог здоровья называется сайт лесен и андрайд дот ком слушаем и пишем точка ком обалденный сайт заходим регистрируемся там потом после регистрации у вас будет вверху панель выбранность опции там будет аудио аудио классом эти аудио у вас справа вылетает уровни вылетают levels from one to 29 вот 1 до 25 или 29 я не помню но это неважно давайте условно соберем уровень номер 10 это такой средненько немножко ниже чем средненький выбираем любое аудио и там у вас будет 4 опции для упражнений с ним берем самый последний по моему она называется называется в общем разберетесь уж с этим я думаю вы разберетесь и так причем в этой последней опции вам дядька читать предложение сочным голосом или тетка и ваша задача быстренько его написать на слух в такой в окошечке вы печатаете причем если вы неправильно слова набираете она не влазит в эту кошечку если правильно но там появляется запятые программа ставит сама но это такое дело ладно и запятые то есть вы понимаете это шикарно просто и вот вы упражняетесь упражняетесь обработали это одно предложение идем дальше 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 каждый день по полдня потом следующий день вы чувствуете что вы с уровнем 10 справились принципе да хорошо берем уровень 11 пошли там много сотни этих предложений сотни начитанных разными произношениями очень классно люди со всего мира наверное я круче просто не надо на момент не вижу как можно отрабатывать то есть до того как подписчица написала в комментариях я ученикам сам читал тоже в принципе нормально если ваш репетитор может читать он берет книжку какой-то открывает и разные предложения разной длины вам читает стараясь еще и с разной скоростью может быть с разным тембром с юморком так чтобы вас чуть чуть помучить вы пишете прекрасно но если есть этот уникальный сайт на сенендрайт.com то это просто фантастика только самое главное что выбрали это и делали прямо сейчас просмотрев данное видео если у вас тест через неделю не стоит пребывать в праздном расслаблении ума берем и упражняемся ну что друзья вот это вот два две самых таких два самых таких задания которые вызывают по отзывам студентам самое такое замешательство конечно вставлять буквы понятно там сложно все сложно если у вас уровень английского не хватает недостаточно высокий естественно все сложно все плохо как говорится и все же если вы допустим выбираете как я уже говорил эти буквы по эти слова или пишите ответ за три минуты за пять минут то все таки ну вы не можете себя проверить вы не знаете чего вы там насколько правильно вы написали то вот эти вот два быстро описывать и на слух писать они реально на психику давят потому что вы чувствуете что вы случае с аудирование вы не понимаете что он сказал в случае с картинкой пока вы как говорится раздуплились уже все закончилось уже минутка прошла да кстати насчет минутки не бойтесь если у вас последнее предложение ца будет не закончена то есть вы сложно рассчитать так недостаточно опытному человеку чтобы прям там три предложения идеальных написать еще и точку поставить буквально когда у вас там одна секунда осталось ничего если вы не дописали одно-два слова компьютерная компьютерная программа поймет что это вы в общем все вы писали но не успели одно слово ничего страшного получите вы свой высокий балл ну что друзья я желаю вам успеха на дуолингу и не только за подумайте о том что вам сказала начинать отрабатывать уже сегодня потому что у вас скорее всего через пару деньков это дуолингу и радуйтесь вы же знаете позитивизм до радуйтесь благодарите судьбу вселенную за то что вам все-таки не айлс в этом году можно сдавать а это дуолингу как ты не крути он проще и веселее быстрее чем айлс вспомните об описаниях графиков на айлс веселеньких которые чтобы освоить нужно действительно освоить дуолингу час быстренько отмучился и все и не вертите головой на тесте а то накажут я вас люблю до встречи в следующих видео